Привет всем, дорогие мои! Сегодня замечательное воскресное утро, и я решила записать новую рублику. Совершенно случайно на глаза попалась фотография Джины Лолы Бриджиды. В июле 22-го года ей исполнилось 95 лет. На минуточку, девочки, задумайтесь. Ну, в общем, это итальянская актриса времен Мерлин Монро и Софи Лорен. Выглядела потрясающе, в 19 лет заняла первое место в Италии. Самая красивая женщина мира в том числе. В общем, как бы сейчас сказали, топ-модель, топ-актриса и самая-самая. Ну, естественно, наравне ничуть ни лучше, ни хуже, я бы их не ставила. Одри Хеппиан, Софи Лорен, Бриджид Бордо и, естественно, Джина Лола Бриджида. Но это было чуть раньше. Итак, сегодня я поделюсь с вами 10 секретами красоты и здоровья от Джины Лола Бриджиды. Результат вы видите на лицо, что, ну, в общем, если буквально в смысле, то на лице и на фигуре. И какие же такие секреты знали те женщины, которые мы не знаем. Вроде бы всё то же самое, но, естественно, тёплый климат, солнышко, радость, позитив. Я не устаю повторять, что позитив, мысли, любовь к себе – это главные-главные-главные секреты. Итак, мы переходим. Первое. Конкретные, самые конкретные ключевые секреты. Я их назову и буду подробно, ну, по крайней мере, чуть-чуть, может быть, не совсем подробно. Как бы хотелось рассказывать, объяснять каждый ключ. Первое. Короткие диеты раз в неделю хотя бы. Как она это делает? Джина Лола Бриджи, да. Кушает нормально. Там, в общем, и спагетти, и лазаньи, и вот эти все очень сырые, и все эти итальянские мучные изделия. Она себе ни в чем не отказывает, но короткие диеты раз в неделю нужно делать. Это нужно для очищения кишечника, потому что это все впитывается, и все, что там застоялось, грубо говоря, не всегда выходит должным образом. Про аирведу я уже вам рассказывала. Как чистить кишечник хотя бы раз в полгода. Это нужно. Посмотрите там в других видео или найдите в интернете. Итак, короткие диеты раз в неделю. Что это значит? Это значит, какой-то кусочек нежирного мяса в обед, много фруктовых соков и воды. Все. Она называет это золотым днем восстановления. А все остальное время она питается нормально. В общем, всю неделю. Второе. Очень важная функция – это умеренные порции. Много фруктов. Умеренные порции – это что-то значит не переедать, не нажираться. Кладите руку на область желудка и спрашивайте себя постоянно. Я сейчас кушаю, наслаждаюсь каждым кусочком, как француженки делают. Или я просто набиваю живот автоматически. Это отдельная тема. Там есть несколько видео, как питаются японки, японские секреты. Или все о диетах. В общем, посмотрите. Кому интересно. Третье. Растяжка и гимнастика. Вообще безумно важный пункт. Потому что если тело перестает получать нагрузку, оно, естественно, начинает накапливать калории. Или еще хуже – накапливать болезни. Все, что не подвержено каким-то таким физическим воздействием, растяжке, и причем с хорошим настроением. У кого как получится. Бег, растяжка, сидение на диване, даже лежа можно делать упражнения. Посмотрите, девочки, в интернете. Для ленивых. Итак, растяжка, гимнастика. Очень важно. Нагрузка на суставы, особенно в возрасте. Это вообще первое дело. Бежим от болезни называется. Четвертое. Отдых и сон. То есть после 22 часов никаких встреч, никаких ночных клубов. Хорошо высыпаться, отдыхать. Утром не вставать по будильнику, а высыпаться именно столько, сколько хочется. Это что значит? Это значит раньше ложиться. Если кому на работу, значит не менее 8 часов спать. И не позже, чем 22 часа ложиться уже в постели. Нужно быть. И перед тем, как уснуть, все необходимые процедуры, там, у кого-то растяжка, у кого-то маски на лицо. Или 15 минут читать что-нибудь приятненькое для ума, для сердца. Итак, четвертый пункт – это был отдых и сон. В общем, режим соблюдать. Пятое выходит, вытекает из четвертого – это любовь к себе. Опять же тот же самый пункт. Любовь к себе, любовь к себе. Уделять себе время. Именно себе. Не в последнюю очередь. Наготовила всем, настирала, прибралась. Всех уложила спать. Дети не мешают. Потом только думаешь о себе. Нет. Вот делайте паузы. Мир никуда не убежит. Не изменится. Ничего не рухнет. Ну, хотя бы 10 минут, девочки, для себя. В течение каждые 3-4 часа уделяйте себе, если у кого нет времени. Если есть время, я уже об этом не говорю, планируйте. Ну, в воскресенье. Если вы накопите эти 15 минут на воскресенье, я думаю, что эффект будет маленький. А вот если каждый день уделять себе время, ну, сюда входит. И маски, и ванна, и волосы, уход за волосами, и массаж, подтяжка. Ну, в общем, много не надо. Вы прикасаетесь с любовью своими пальчиками к своему лицу, делаете маски какие-то незначительные, разглаживаете массажные движения, разглаживаете складочку между бровей. И уже тело получает какие-то нужные импульсы, и клеточки начинают восстанавливать организм. Это, опять же, огромная тема. Там всё это было. Кто подписан на мой канал, тот знает, о чём я говорю. Итак, шестой пункт. Казалось бы, очень такой противоречивый. Одежда на размер меньше. Вот Джина Лолой Бриджида, это у неё такое правило. Она покупает одежду на размер меньше. Хотя сейчас все модно носят одежду оверсайз. То есть то, что на несколько размеров больше, всё расхлябанное. Ну так, если в глазах итальянки 60-х годов, это так вот выглядит. А так, одежды на размер меньше. Почему? Потому что это заставляет её, это её стимулирует кушать меньше, держать себя в форме, показывать талию. Посмотрите все её фотографии. Везде подчёркнутая талия, глаза, волосы ухоженные. Вот как раз о волосах дальше. И это особое внимание. Седьмой пункт волосы – это женственность. И вот конкретная маска для волос, она даёт, естественно, у каждого своё. Все маски свои, у каждого тип лица свой, своя особенность кожи, волос. Всё это зависит от того, как вы к себе относитесь, и у каждого свой рецепт. Вот рецепт Джины Лола Бриджида, она поделилась. Это для волос. Она берёт авокадо, банан, итальянский мёд и йогурт. Всё это смешивает, наносит на волосы, заворачивает плёнкой, полотенцем. И так вот ходит некоторое время, пока это всё не впитается, потом смывает. И ещё перед тем, как… Ну, не всегда маска используется. Иногда просто перед тем, как мыть волосы, она использует маски из оливкового масла. Естественно, оливковое масло, оливки, авокадо – всё это растёт в Италии. Причём, например, мандарины четыре раза в год собирают, четыре урожая. Естественно, это неудивительно. Восьмой пункт. Восьмой пункт – это дыхание, правильная осанка. У неё очень красивая грудь и осанка. Ну, потому что в 60-е годы так было модно подчёркивать талию, подчёркивать свою грудь и всё такое. В общем, она говорит, что это важнее, чем диеты. Правильная осанка – это важнее, чем диеты. Дыхание. Она сидит в позе лотоса, от всего, в общем, абстрагируется, медитирует. И правильно дышит, потому что именно диафрагмой дышит. Как дышать диафрагмой, вы можете найти в интернете. Это йоговское дыхание называется. Это уже я вам. В общем, она поёт после этого. Это опять же тренирует диафрагму. Девятое – много путешествует. И десятое – иметь любимое дело, какое-то хобби, интерес. Это же всё относится к позитивным эмоциям. То есть это, в общем, позитивная эмоция. То, что делает Джина Лола Бриджида – это иметь любимое дело, хобби, интерес. Это как-то мотивирует, в общем, чтобы вам некогда было сидеть и скучать, и предаваться негативным мыслям. Потому что мечта, позитив дарит вам паруса, чтобы двигаться вперёд и развиваться. Вот они были, десять пунктов. Девочки, мне очень важно, чтобы вы ставили лайки, потому что это помогает продвижению канала. Если вы просто прослушаетесь, забудете, то канал не будет развиваться, тогда не будут выходить новые видео. Ну, нам будет приятно, если вы это будете делать. Я надеюсь, что вам было интересно. И до следующих встреч. По-моему, интересная тема. Как вам? Под願いон. Подпишитесь.